Прогноз на матч английской премьер-лиги, перенесенный матч, Лестер играет у себя против Тоттенхэма. У меня здесь две ставки, два прогноза. Первый прогноз это 1х Лестер за 1.97. Для начала расскажу про него, а потом также представлю вам прогноз с более высоким коэффициентом 2.01. Итак, почему Лестер здесь не должен проигрывать? Во-первых, фактор мотивации. Если Тоттенхэм может спокойно заканчивать чемпионат, первое место команда уже не займет. Немного негативные эмоции от этого испытывает команда, что в очередной раз не получилось занять первое место Тоттенхэму. Также их уже никто не догонит, то есть второе место тоже у Тоттенхэма никто не отнимет. Осталось доиграть две игры, сейчас игра в гостях, то есть по сути своих болельщиков радовать не нужно. Только что играли последний матч на White Hart Lane, поле уже сносят, такой трогательный момент был. Команда была очень заряжена на игру против United, это все-таки последний матч на таком стадионе. И вот все, это событие прошло, отпустило и по сути этот снос стадиона, эта потеря первого места, точнее даже не потеря первого места, а потеря возможности занять первое место, означает уже конец сезона. Что касается Лестера, вы мне можете сказать, ну Лестер же тоже идет на десятом месте, Лестер же тоже по сути уже должен быть немотивирован. А я скажу, что нет, а Лестер должен быть мотивирован. Если вы посмотрите на предыдущие встречи, где Лестер также находился в середине таблицы, и от того, что там выиграл ли он бы или проиграл бы в матчах Сити, ничего бы не изменилось. Однако, как Лестер играл против Сити, мотивированного Сити, которому кровь из носу нужна была победа, в гостях Лестер, хотя в гостях Лестер играет не очень здорово, это у себя Лестер очень силен, а в гостях не все у команды, далеко не все получается. И Сити еле-еле унес ноги, побил 2-1, так Лестер должен был сравнить счет, сколько моментов упустили, там не забитый пенальти был и так далее. А почему Лестер мотивирован, спросите вы? А потому что во главе команды стоит Шекспир, и пока что неизвестно, останется ли Шекспир на следующий сезон или нет. А игроки хотят, чтобы Шекспир остался, и поэтому Шекспиру нужно проявлять себя. Шекспир мотивирует игроков, а того, как он каждый матч проведет, зависит напрямую то, будет ли он тренировать в следующем сезоне. Игроки действительно открыто говорят, что хотят, чтобы Шекспир остался, поэтому они сейчас играют по сути за него, а он играет за себя, и тренирует он за себя, и мотивирует футболистов он за себя. Поэтому здесь важно понимать, что Лестер будет очень мотивирован, особенно при своих болельщиков, которые будут гнать вперед команду. И, конечно же, это определенное подспорье победить Тоттенхэм команду, которая очень здорово провела сезон. И я считаю, что Лестер здесь не проиграет. То, как играл против Сити, то, как Тоттенхэм не мотивирован, и, в принципе, то, как Лестер играет у себя дома. У себя дома, даже с учетом того, что Лестер играл Лиги Чемпионов, с учетом того, что Лестер полсезона сплавлял ранее, и все равно у себя дома Лестер набрал больше очков, чем Тоттенхэм в гостях. Вообще Тоттенхэм в гостях далеко не самая забивная, далеко не самая результативная в плане очков команда. Из лидирующей группы Тоттенхэм в гостях чуть ли не меньше всех набрал очков. А при этом сейчас еще и мотивацию команды не будет. Поэтому, зная Лестера, то, как они любят играть против таких команд, и еще зная личные встречи, а в последних пяти встречах между Лестером и Тоттенхэм, Тоттенхэм победил всего лишь один раз. При этом было три ничьи и также победа Лестера. И даже если брать первый круг, когда у Лестера ничего не получалось, команда катилась к пропасти, а Тоттенхэм, наоборот, шел на ходу, Лестер сыграл в ничью, а в гостях, я уже сказал, он играет не очень хорошо, против Тоттенхэма 1-1. То есть в первом круге 1-1 команда сыграли. Здесь я поэтому уверенно ставлю за такой большой коэффициент на 1х Лестера. Вторая моя ставка. Можно немного рискнуть, поставить такую ставку, обе забьют, плюс Тоттенхэм больше 2-5. Потому что коэффициент на это событие 2-0-1. Мне кажется, слишком большой коэффициент, потому что Лестер вот очень часто недооценивает. Я ведь ставил и на матч Ман-Сити против Лестера, обе забьют, плюс Тоттенхэм больше 2-5. Там эта ставка, по сути, там, по-моему, за тайм прошла. И здесь, я думаю, что тоже должна приходить Лестер будет стараться радовать своих болельщиков. Лестер, безусловно, будет стараться забить. Я уверен, Лестер забьет. Тоттенхэм, по сути, тоже терять нечего. Команда уже не так мотивирована, но болельщики придут поддержать команду. Можно уже расслабиться и спокойно играть, наслаждаться футболом, забивать мячи. Да, там, в последнее время в ВПЛ не все матчи результативные, но этот матч, я считаю, что он может быть результативным. Если посмотреть, допустим, на матч Тоттенхэм в гостях, то можно, с одной стороны, сказать, что Тоттенхэм в гостях не сверхрезультативно играет. Однако, если увидеть матчи против серьезных команд, то увидим, что очень часто проходят и Обе забьют, и Тоттенхэм больше 2-5. Если смотреть на Лестер, то тоже очень часто, играя против топовых серьезных команд, особенно у себя дома, Обе забьют, плюс Тоттенхэм больше 2-5 проходит. Я не буду эти встречи называть, вы можете, в принципе, сами посмотреть. Поэтому две мои ставки на этот матч. Первая это то, что Лестер не проиграет 1-1 за 1-97. И также вторая ставка, обе забьют, плюс Тоттелэм больше 2-5 за 2-0-1. Мне почему-то кажется, что Лестер здесь может победить со счетом 2-1. Но увидим, футбол он тем интересен, что не предсказуем. Я вам желаю успехов, вы не забываете ставить лайки на канал, подписываться, комментарии писать, как вы думаете, как эта встреча завершится, какие ставки стоит брать. Ну и не забывайте, моя группа приходит, давайте уж подпишитесь там. Хочу, чтобы больше было подписчиков. Всем удачи, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok